всем здарова ребятки меня зовут павел и рад приветствовать вас в новой серии прохождения medieval дайности и сегодня мы продолжим основной сюжетный квест запасайтесь вкусненьким чайком кофейком бутербродами и мы пожалуй начнем нам нужно добыть косу юнигоста у некой иды и это судя по всему она здравствуй и да я здесь за косой юнигоста проваливать детка я выиграла честно смысле ха это змеючка даже не сказала вам об этом эти фигурки так фигурки оленя видимо которые в прошлой серии нашел я не понимаю что вы имеете в виду и да он только хотел чтобы я вернул ему косу да и было бы неплохо если бы мы вели более содержательный диалог потому что я очевидно не в курсе что у вас там произошло теперь это моя коса говорит нам и да хорошо расслабьтесь что мне тогда нужно сделать чтобы получить вашу косу конечно вы можете купить у меня или мы могли бы разыграть это в игре что за игра тоже что заставило юнигоста потерять все свои деньги и косу игра в загадке ну нет хорошо загадки ты я люблю давай просто я загадаю вам три загадки вы должны правильно ответить на все вопросы одна ошибка и игра окончена вы выигрываете и тогда получаете косу ну что ж а что будет если я проиграю на этот раз я буду с вами полегче если вы проиграете вы мне ничего не должны вы просто лишаетесь шанса получить косу бесплатно давай загадывай загадки первая загадка что исчезает в ту же секунду когда вы произносите его имя но логично предположить что это тишина наверное так правильно репутация династии плюс 72 за одну загадку ничего себе готовы к следующей вот она накорми меня и я живу но дай мне попить и я умру но это очевидно огонь о а ты хорош куда лучше чем господин большой смотритель говорит нам и да но справишься ли ты с последней слушай внимательно крыльев нет но летаю глаз нет но могу заплакать куда не пойду тьма преследует меня что я такое ну видимо это облако или тучи тучи тут нет варианта и скорее всего это облако да какой я сообразительный поздравляю я выиграл косу юни госта лучше приза просто не бывает спасибо за игру мне и правда было весело береги себя и да и я надеюсь у тебя есть еще загадки потому что 70 халявной репутации это прям неплохо неплохо так нужно доставить косу обратно блин еще глава 10 династия продолжается обзавестись потомством но ящик к этому не готов блин на бублике прикольно но иногда так классно пройтись пешком довольно простые загадочки были не учет подумал таких можно и много придумать давайте вам парочку загадают те кто пришли на ум прям сейчас под гору коняшка в гору деревяшка этого в игре еще нет но я думаю очень легко понять и разгадать что это напишите пожалуйста в комментариях ответ если вы конечно догадались зимой звезда весной вода такие простые знаете незамысловатый загадки этом юни госта а вот он здорово приветствую тебя у меня твоя коса великолепно были ли проблемы в пути да не было проблем у меня новости вас ищет сам бор правда ну сейчас мы к нему скатаемся не сказали что он спрашивал о человеке у которого забавные глаза и глупое лицо понятно не буду затягивать с этим пойдем к нему но помимо этого кажется нам еще нужно навестить алвина где он есть он наверное работает в полях здорово алвин я пришел как ты выглядишь выглядишь грустным здравствуйте вы не поверите что произошло но давай рассказывай моя мотыга сломалась о боже какой ужас не смейтесь это действительно важно для меня но чем я могу тебе помочь дружище что ж я уже заказал новую у фалиборы мастера из деревни на другом берегу реки к северу отсюда это старый друг моего отца папа сказал мне что фалибор в конце концов бросил кудничное дело когда стал старше и начал страдать из-за болей в спине тем не менее он все еще иногда помогает починить некоторые инструменты местным полевым работникам я еще не брал мотыгу потому что у меня было много работы конечно я буду рад тебе помочь вот эти деньги фалибору нужно отдать 120 монет этого должно хватить слушай не волнуйся алвин по пути к самбору я заберу твою мотыгу тем более это вроде как в борово да это относительно недалеко да так что отправляемся туда непременно здорово фалибор меня зовут россимир я от алвина забрать заказанную мотыгу я предполагаю что с ним случилось что-то плохое судя потому что он должен был послать кого-то от своего имени нет он просто очень занят с работой правильно а я вы все так неоднозначно говорите про работу может быть там есть какой-то подтекст ах этот парнишка он способный но он тащит на себе в одиночку он дела всей семьи он не может увидеть то насколько сильно он себя ограничивает он еще молод и мог бы сделать гораздо больше чем просто работать в поле изо дня в день так что я не единственный кто это замечает судя по всему если вы дружите возможно вам удастся вразумить его сделаю все что смогу конечно фалибор сколько вы хотите за его мотыгу для алвина это будет стоить 90 монет спасибо я тогда вернусь к нему подождите еще кое-что один охотник ищет покупателей для своих луков вам интересно не сейчас но я буду иметь это в виду еще раз спасибо за мотыгу вообще интерес ой ты сразу переоделся ли мне показался ой вообще конечно луки это интересно особенно если это не обычные луки из древа технология что-то такое уникальное тогда бы я конечно рассмотрел это предложение с удовольствием и при этом он нам дал попросил вернее у нас 90 монет алвин давал 120 значит мы еще вернуть алвину должны часть вместе с мотыгой жалко извозчик до самбора не едет алвин дружище я привез тебе стой бублик 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 вот я держи свою мотыгу спасибо вам хватило монет до фалибор вам продал это даже дешевле ой репутация плюс 30 приятно это очень мило с вашей стороны возьмите монету вы мне неоднократно помогали вы это заслужили да не надо ну поговорили ли мы с фалибором что у него нового интересуется алвин мы немного поговорили он упомянул что какой-то знакомый охотник ищет покупателей для своих луков самом деле это что тебе интересно я не знаю я даже из лука никогда не стрелял думаю у меня все равно не получится ой да да что ты лучше попытаться чем ничего не делать разве так не думаешь алвин у вас совершенно другой подход к жизни нежели у меня но может вы и правы я должен обдумать это ладно тогда я ставлю тебя наедине с твоими мыслями увидимся следующий раз блин было бы классно помочь алвину как-то развлечь его если он занят у него там проблемы семьи возможно поучить его стрелять из лука чтобы человек расслабился получил новый опыт и так далее дождитесь следующего сезона блин а чем у него мысли созревают раз в сезон или раз в день как-то странновато ну ладно нам нужно к самбору отправиться у алвина интересные мини квесты такие немножко расслабляющие так а тут у нас кто сидит до гмара вот так и мечка конечно ну ладно отправляемся к самбору ну здорово самбор здравствуйте я слышал что вы меня ищите и почему вы так долго спрашивать нас самбор ну ты знаешь ослик не гоночный болит можно и подождать немножко вам нужно убить ее господи кого кого спокойно о чем ты говоришь проклятая сова конечно разве вы не слышите какая сова я ничего не слышу в оглох ли как вы можете не слышать не могу больше это терпеть постарайся успокоиться и опиши мне проблему если тебе нужна моя помощь самбор я не могу заснуть из-за этой проклятой птицы она ухает ухает и ухает я хочу ее смерти понятно почему ты не можешь справиться с этим самостоятельно а потому что он принципиально больше не охотиться ты серьезно вы ведь буквально живете в охотничьем домике мистер самбор что происходит я не строил это место охотник умер некоторое время назад и я просто поселился здесь мне это место всегда нравилось по крайней мере до того как появилась это чертова сова ну спрашиваем где он берет мясо я не заметил тут домашние скотины послушай сюда маленький засранец я не обязан тебе ничего объяснять не сейчас никогда либо но если это заставить тебе заткнуться нет я не покупаю мясо в последнее время ем в основном овощи и злаки это именно то что ест моя еда черт какой же ты надоедливый за всю свою жизнь и дело разное нехорошее то что не следовало делать не мне никому либо еще все изменилось когда я встретил твоего дядю он помог мне искупить вину ну каком-то роде поэтому когда наши пути разошлись я пообещал себе больше никакого насилия никакой крови на моих руках но если вы продолжите действовать мне на нервы я могу просто взять назад свои слова вы этого хотите ой простите милдер я должен охотиться на сову репутация династии изменена плюс 15 так сова а ну у меня же есть да вот этот режим подсветки найти сову надо и где ее искать и а я услышал и да как кажется в игре есть совы а почему я не вижу а вам тоже ее слышно я просто звук на монтаже немножко тише делаю так самбор вот тут я в правый наушник и слышу открыто место обитания зубр я не слышу ой то есть не слышу я не вижу сову в спектаторе вот в этом не видно ее блин они замерли что ли а они живые ой а там что а там зубр уже ходит ничего себе так ну и где сова покажись аналогично предположить что она на ветках где-то правильно а тут есть еще ареал да понятно блин ее не видно ночью во сколько у квеста вообще времени когда я могу его лет до истечения срока заданий 17 давайте ай ветки нужны сейчас короче ветка тут пособираю лягу покемарить и возможно утром и будет проще найти чем ночью а я серьезно алваз авос я уже с это собирался спать сколько мне тут веток 16 как раз ты чё негодяй чё ты здесь делаешь не ваше дело мое дело я тут сову ищу она вполне себе здоровая 25-летняя дылда в кустах по ночам ничего не делающая а я верю что это так вы вы есть та проклятая сова не так ли понятия не имею о чем вы говорите приятель на вашем месте я бы ушел слушай ну рассимирт парень будьте здрасте может и навалять я поставим не спорил вы хоть знаете что делаете вообще да зарабатывать самые легкие монеты в своей жизни это все что для меня важно да неужели что ж меня только что послали прикончить эту шумную сову вы пытаетесь мне угрожать тщательные выбирайте слова слушай авос эти нисколько не угрожаю вам следует бояться не меня а моего работодателя самбора он такой брутальный здоровый одноглазый мужик на ага и кто это должен быть самбор ну я не знаю никакого са подождите вы сказали самбор верно все верно слушайте друг я не хочу никаких проблем меня просто наняли чтобы время от времени приходить сюда и притворяться совой я понятия не имел что перешел дорогу вашему боссу я уйду и больше не вернусь пожалуйста позвольте мне быть мы можем спросить кто его нанял или просто пригрозить ему давайте скажем так расслабьтесь просто скажите кто вас нанял и убирайтесь это был волярод он живет в местечке тутки клянусь это все что я знаю я верю вам и надеюсь что не пожалею об этом потому что если я это сделаю вы этого не сделайте это правда и я больше сюда не вернусь ладно хорошо сова удачи а я сейчас лягу здесь вот покемарить блин слишком близко к существующей деревне серьезно ой тут еще есть странные фигурки оленя и кажется когда я собирал эти ветки а вот да вот здесь я где-то видел и еще две штучки теперь у них 22 почти целая коллекция класс ну что сам бор готов слушать новости про свою сову я позаботился о вашей сове нет он ушел и не вернется он да я знаю это прозвучит ненормально но на самом деле это было не сова это был мужчина который притворялся ею о чем вы говорите это же абсурд поверьте я знаю его предположительно нанял человек по имени волярод вы его знаете да он меня действительно подловил значит вы конечно я его знаю он был одним из нас бессмертный кулак правда сова сказала что он живет в местечке так называемом тутки да это недалеко отсюда он живет там со своей семьей продает ослов да ладно я осла купил у вашего кореша что ли думаю ему это подходит потому что он всегда был полным засранцем но хорошо я хотел бы с ним познакомиться и вы будете потому что вы доставите ему посылку за меня без проблем что это особый сюрприз но вам нужно вернуться попозже мне нужно время чтобы приготовить его а вообще-то приходите завтра я сделаю все грандиознее хорошо увидимся завтра блин надо было сначала пас это сходить отчитаться за сову а потом сначала отчитаться за сову надо было потом уже ехать ладно пока мы ждем пока сам бор там что-то сообразит поищем здесь фигурки оленя и возможно у нас тут есть лук большой и я видел там зубров поэтому за кадром чтобы скоротать время я сейчас поохочусь и меня интересует вот этот вот рогатый парень поохотился немножко миска пожарил и юни гост ты что-то хотел нам передать посылка готова да все хорошо тепло и легко вы сказали тепло нет а вы я почти уверен что отправляйтесь в тут ки и вручите воля роду это собственноручно ну как скажешь хорошо а что там добавил предмет задания сам бор хочет чтобы эту посылку доставили боль роду неизвестно что внутри хорошо берем бублика и сколько нам 1200 метров прямо по дороге надо по пути не забыть наполнить бурдюк и у меня из еды осталось только ох как красиво а ну-ка бублик мне кажется кончилась похлебка осталось только жареное мясо блин вот это классное место блин вообще обалденное болото кабанчики тут приятно что разработчики уделили внимание до этому месту декор тут раскидали какой-то досочки мне кажется здесь было бы очень красиво деревне строить но я уже выбрал другое место что там кабан за мной идет ну и ладно бублик мы тут по тропинке шли и я решил заглянуть 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 к нашим дровосеком тем более что насколько я помню а вот как это произошло это я задел блин нехорошо насколько я помню у меня там есть проблемка с инструментами нужно сейчас быстренько об скрафтить инструменты и положить в сарай так вот блин ничего себе и забавненько ну пускай так пока полежит давайте глянем 8 инструментов да блин что опять с курсором шалаше землекопов кончились кирки а смастерить мы можем только каменные пока что ну что ж каменные так каменные 10 штучек им сразу сделаем пока что надеюсь этого вполне хватит можно еще в лопаток столько же ну-ка а лопаты еще имеются поэтому выкладываем все лишнее глину том числе и кожу с мехом и семена лука и деревянные чаши жареное мясо сейчас в житницу закинем и заберем еще чуть-чуть похлебки вот теперь я готов бублик погнали блин надо еще кое-что проверить могу ли я выставить освещение недостаточно ресурсов меня ну ладно потом проверю по моему внутри можно строить эти факела и мы с бубликом покатили в тутки да хорошо что есть такое пристанище по пути нужно побольше таких понатыкать и желательно вблизи с какими-нибудь деревнями в особенности рядом с теми где чаще всего я не знаю он только в ежерец вот здесь появляется этот посланник где-нибудь возможно между хорницей и ежерец и нужно поставить что-то со складом может быть кстати где-нибудь вот здесь возле водоема чтобы продавать инструменты покупать вернее да чтобы покупать инструменты там и не с большим перегрузом сразу их закидывать туда склады ну и чтобы была возможность что-нибудь скрафтить и вытянуть со складом на продажу какая-то такая сумбурная мысль у меня появилась возможно следующей серии как раз этим и займемся домик охотника мне кажется там был бы вполне уместен почему бы и нет и странно что до сих пор я не встретил никаких бандитов и никто на меня не нападает почему-то они вообще есть или может быть это какой-то миф я проехал мимо до человека ну ладно заговорился здорово мужик волер от я принес тебе посылку от самбора будь я проклят говорит нам волер от простите один синий другой тьма и в обоих искры ваши глаза вы должно быть россимер ну россии мир неважно откуда ты знаешь мое имя я знал вашего дядю иордана кроме того я всегда хорошо разбирался в именах ранегаст что вы здесь делаете никогда не подумал бы у вас видеть во плоти меня послал к вам сам бор он попросил доставить эту посылку о мое милое дитя я бы сразу избавился от этого будь я тобой что почему ну учитывая что я знаю этого парня больше 20 лет и чувствую запах этой посылки отсюда я могу гарантировать вам что там его фекалии ой грубиян чё-чё-чё с ним не так но он не мог одурачить мастера шутника но наверняка он отколол номер и с вами или два номера это очень и очень по-детски если честно спасибо родомер да хорошо волан-де-морт это не должно было быть комплиментом в любом случае я надеюсь что этот мешок с дерьмом был единственным что привело вас ко мне конечно нет я вообще разговаривал с и негостом и самбором о вашей знаменитой шайки значит вы знаете отлично я боялся что я выпущу кота из мешка нам нужно было быть очень осторожными чтобы никто не прознал о наших делах всегда пытаться быть невидимками безликими да это должно было быть дико для иордана когда он стал смотрителем все это внимание мой дядя был смотрителем да был июне гост занял эту должность после его смерти разве вы не знали слушай нет мне юни госта об этом не рассказывал что за человек справа со странной походкой а тоже фермер я понял должно быть это выскочило у юни госта из головы да такое не выкинешь наверное умолчал об этом специально я хотел бы услышать больше истории я пытаюсь узнать о своем дядя как можно больше хорошо что вы нашли меня тогда обожаю вспоминать все приключения грозных призраков блин у вас у каждого свое название вашей шайки что ли грозные призраки так называлась шайка они вам этого не сказали эти старые пердуны и их проблемы с памятью я расскажу вам все об этом но сначала мне нужна ваша помощь видите ли в лесу неподалеку собралась большая стая волков боюсь что они нападут на нас в любой момент о боже это звучит очень серьезно и это так поэтому мне нужно как можно скорее построить чистокол у меня уже есть план это будет не столько чистокол сколько деревянный лабиринт вокруг тупки так волки заблудиться запутаются и с меньшей вероятностью нападут какая идиотская идея давайте скажем что это звучит странно у меня есть все необходимые инструменты единственное что мне нужно это пара бревен и вот здесь мне нужна ваша помощь конечно я помогу вам собрать некоторые материалы сколько бревен нужно думаю тысячи хватит тысячи ты чё угораешь это чё я пойду весь лес рубить да ну ка не нет быстро рам пам пам и нет времени завершить диалог репутация династии плюс 15 принесите тысячу бревен да нет давай еще разок поговорим может ты шутишь все таки а что вас беспокоит рудольф и да ничего особенного воландеморт просто чтобы прояснить ситуацию с бревнами это был розыгрыш да что вы имеете ввиду волки ладно уж я просто бездельничал но есть кое-что что я действительно хотел бы получить вашу помощь а но я понял мне нужно чтобы вы убили мою корову до его обвинили в государственной измене наверное сотрудничал с этими волками да он кивает головой да боюсь в этот раз шутки кончились мы купили эту корову несколько лет назад ее зовут мариля или мариля недавно она перестала давать молоко жена требует пустить корову под нож пока мясо еще съедобная но я просто не могу она же как часть нашей семьи дети росли вместе с ней мы столько пережили делитесь воспоминаниями с коровой они будьте таким вы знаете о чем я вы ее уложите просто сделайте все так чтобы глаза мы этого не видели а так ну тут мы ничего выбрать не можем либо согласиться или не согласиться поэтому давайте выберем первое и где корова нужно поговорить с амандой аманда это видимо твоя жена у аманда здорово я же тебя покупал бублика здорово полагаю вы жена воль рода воль вольфганка здравствуйте это я аманда а вы кто меня зовут россимир я племянник иордана а точнее был простите дорогой я никогда не встречала вашего дядю но он вольфганка были близкими друзьями чем я могу вам помочь я здесь чтобы помочь вам с вашей проблемой вольфник рассказал мне о марле ой вы собираетесь помочь этому большому ребенку зарезать его вообще если честно нет значит вы такой же бесполезный как и он почему бы он тогда не сделать это самому имеется ввиду самой что вы хотите сказать почему я хочу тебя спросить почему бы вам самим не убить коровы если она действительно болеет очевидно что именно вас она и беспокоит почему я она просто это мужская работа говорит нам аманда моя мама все время убывала цыплят когда я был маленьким конечно я тоже могу это сделать но он должен научиться справляться с тяжелым выбором трудными решениями вольфган слишком нежен ли этого мира говорит нам аманда он когда-нибудь рассказывал вам чем они вообще с орданом зарабатывали на жизнь да это были какие-то бродячие коробейники а вы почему спрашиваете ну потому что он тебе не договаривает очевидно но без причины послушайте это не мое дело конечно но может не стоит так давить на своего мужа уйра 7 ир куда ты полез вот им уже полвека блин ты из семейную жизнь со своими советами лезешь вы не в порядке молодой человек и я и она не договаривает ну конечно не в порядке я не знаю никого кто бы так привязался к животному на ферме это не слабость это сострадание и это нужно поощрять а не наказывать возможно вы правы он такой какой есть и я люблю его за это думаю в этом сезоне мы обойдемся без мяса с деньгами сейчас туговато и мы можем сказать ей позвольте мне помочь вам я умею обращаться с луком и копьем то бишь принести мясо и так полагаю и я уверен вы справитесь вы есть друг у друга и это то что нельзя купить за деньги слушайте но вольвмис конечно своеобразный человек но давайте поможем ему и принесем его семью мясо вы действительно это имеете ввиду это было бы огромным подспорьем конечно сколько мяса нужно 30 штучек ой да конечно без проблем где-то там были кабаны и птиц тоже можно было бы забрать сейчас я за кадром схожу за миском и вернусь чтобы не докучать вам нудной охотой хотя кстати вот правильно мне сказали что хищники здесь в этой игре по сути самая легкая добыча опять-таки и с этой информацией тоже мне подсобил никита и я заметил это действительно потому что перед нападением кабан допустим или волк они просто стоят и вот на изготовке чтобы напасть и в этот момент они абсолютно беззащитны как выяснилось можно легко повесить им голову и все но смысле хэдшот когда-то несколько серий назад мы купили у неё бублика да а сейчас мы ей помогаем с их семейными трудностями уэ тут новые люди появились да братомир бедгост и надбор ну понятно бублик это не хочется своими братьями поговорить кажется у них еще была самка вот наверно там стоит аманда вот ваше мясо спасибо рассимир вы оказали нам огромную услугу и я говорю не только о мясе рад был помочь аманда вот возьмите это для своей работы одно зелье здоровья надеюсь пригодится я уверен что так и будет до свидульки плюс 144 репутации и нам нужно снова поговорить с вольв миссом где он тут есть вомберт здорово что бы вы сказали если бы я сказал вам что смотрели все хорошо и аманда тоже счастлива как все прошло я бы назвал вас лжецом поцеловал бы и сделал бы предложение ну понятно смешно смешно тогда сделай меня самым счастливым человеком в долине вы серьезно как вам это удалось думаю вы никогда не узнаете я могу жить с этим детка спасибо рапунцель спасибо огромное как насчет рассказов о шайке вомбард а естественно сделка и сделка друг мой до встречи с иорданом и шайкой я был думаю вы могли бы назвать меня азартным художником или кидал и что-то около того но проще было назвать меня мошенником я путешествовал из таверны в таверну где оплутовал используя свои особые кости и зарабатывал немного денег я был довольно порядочен своей игре но иордан сразу понял меня его глаза прожигали дыру в моей ладони пока я менял кости и когда я осмелился взглянуть его сторону он мне улыбнулся несмотря на то что он знал что я обманывал и он проиграл мне он ничего не сказал оплатил пожал мне руку и вышел из-за стола я был заинтригован как никогда ранее поэтому проследовал за ним я видел как он встречается с остальной шайкой поэтому тоже направился вслед за ними даже не знаю когда я потерял самбора из виду но внезапно он схватил меня сзади этот великан ухватил меня одной рукой за горло пригрозил убить меня если вдруг увидит меня хоть еще раз должно быть это было ужасно воль мисс разумно было бы бежать и держаться подальше от этих людей но я никогда не был умным человеком так что я продолжил следовать за ними следующий раз самбор добавил к угрозе избиение я не мог видеть левым глазом две недели но я не останавливался они все больше и больше злились на меня поэтому вместо этого они просто начали игнорировать меня их не беспокоило то что я следовал за ними потом их перестало беспокоить то что я ехал недалеко за ними потом уже рядом с ними так что я тоже начал с ними ходить ел с ними наконец однажды когда они вошли в таверну я сил с ними за один стол и ордан просто передал мне чашку и тарелку также как и остальным юнигост спросил как меня зовут и все я стал частью семьи значит вы были похожи на бездомную собаку которая не хотела уходить на вольбор так получается именно так я знаю как это глупо звучит даже жалко но оглядываясь назад это было лучшее решение которое я когда-либо принимал конечно время от времени надо мной подшучивали сначала относились ко мне по-другому как-то я был самым молодым но через некоторое время я действительно почувствовал себя одним из них и я знал что они меня любят действительно очень красивая история никогда не забуду свою первую миссию мы обманом заставляли графиню передать ее особняк приюту это было прекрасно я был в восторге благородный мошенник без чувства вины но с чувством достижения я хорошо справился так сказала даже правая рука и ордана вы имеете ввиду юнигоста юнигост что ж они с орданом безусловно были как братья но я считаю что для всех всегда было ясно что это была к стрел которая была второй команде к стрел новый персонаж для нас а ну-ка расскажи кто это вам они не рассказали что ж тогда я тоже не стану это не моя история вам следует поговорить с юнигостом конечно было очень приятно познакомиться с вами вольдер и мне тоже и ордану вы бы понравились могу поклясться увидимся на рататуй да давай до встречи нотку юмора разработчики принесли сюжетный квест выглядит конечно забавненько чё бублик покатили к юнигосту мы с бубликом пожалуй прогуляемся но вам большое спасибо за просмотр на этом сегодняшнюю серию я думаю я закончу увидимся в следующий еще раз спасибо за просмотр всем вкусного чая и добра